Ну все, я уселся. Всем привет, друзья! Сегодня настал тот день, когда я покажу вам, как я сделал вэн, кемпер-вэн, RV, дом на колесах. Это можно называть по-разному. Да, в общем-то, чего рассказывать? Пошлите, я вам все покажу. Я уже расположился здесь красиво. Гамачок повесил. Здесь у меня будет огонь ночью. Ну что, вот мой кемпер-вэн, который я делал приблизительно два месяца, может быть и три. Это, ребята, Ford Transit Connect. Ford Transit Connect. Кстати, едут белорусы. Немного я его обклеил. Здесь с двух сторон я поставил такие, точнее наклеил такие этикеточки. Написано Camp Life. И спереди у меня такой, как бы, компас направления, направление частей света. Выглядит мой вэн вот так. Купил я его на аукционе и просто переделал его в дом на колесах. Сейчас я вам покажу обзор на этот домик. Это, ребята, не дом. Это в Америке называется кемпер-вэн. То есть это не дом. Совсем не дом. Это такой вэн, где ты можешь просто переночевать, не ставив палатку. То есть все прелести в нем, что тебе не нужно искать долго паркинг. Ты запарковался, где тебе нравится. И все. И пошел путешествовать в горы. Ночью пришел, переночевал и на следующее утро позавтракал. И снова ушел на целый день. То есть сразу скажу, что этот вэн не предназначен для того, чтобы жить в нем. Этот вэн просто предназначен для того, чтобы переночевать. И все. Начнем с заднего отсека. Пожалуйста, здесь обшил я двери. Еще немного недоработан он. Получается, здесь у меня нет времени обрезать изоляцию. Нужно обрезать ее каким-то лезвием, чтобы выглядело это более-менее красиво. Здесь будет столик открываться. Еще не сделал. Ну, в принципе, выглядит он вот таким образом. Потолок я сделал из вагонки. Вагонку взял толстую. Почему взял толстую? Не знаю. Просто такая была в магазине. Но не пожалел. Не пожалел, потому что очень хорошо сохраняет тепло ночью. И когда днем светит солнце, в вэне вообще не жарко. Что хочу показать? Здесь кровать. Под кроватью у меня не заморачивался, не делал никакие ни дверьки, ничего. Просто здесь такая тоненькая досточка. Я ее вот так обернул в такой вот ковролин, типа материала такого. Снизу у меня здесь мини-мангал, душ, овсянка, баллоны для газовой плиты, фольга, сама газовая плита. И там еще ножи, кружки, ложки и прочее, прочее, прочее. Пол я, получается, выполнил из, как вы видите, ой, уже забыл, как на русском называется, блин. Ламинат, вот, ламинат. Все стены сделал одного материала. Единственное, что когда я делал вэн, получается, решил двери как бы сделать другого цвета. Материал тот же, но цвет другой. Точно так же на этих дверях, получается, сделал отдельно. Почему сделал отдельно? Потому что здесь находится замок и нужен быстрый доступ. Вся вот эта вот одна панелька, она держится всего лишь на четырех таких шурупах. То есть можно четыре шурупа открутить и все. Если сломался замок, можно просто легко его и быстро отремонтировать. С этой стороны, в принципе, все то же самое. Сделал здесь такие полки. Тоже думал, что буду делать какие-то деревянные полки, прям до пола. Да, но потом подумал, что, в принципе, будет достаточно мне вот такой... Это не полки, это органайзер. Здесь у меня чай такой полевой. Четыре доллара. Вот такой красивый чай. И там соль, перец. А эти полки... А, ну тут вода какая-то лежит. А это... А, ну это тут понятно все. Смотрите, лампочки. То есть здесь у меня были родные лампы на этих же местах. Я, получается, ну вот, просто вырезал. Просто вырезал. Там все утеплено. Вот. И просто оно вставляется. Этими лампами не пользуюсь. Там вторая. Купил такие за 5 долларов две штуки. Пожалуйста, смотрите, как светит. Можно отрегулировать. То есть чуть-чуть сделать. Сильнее, сильнее. Вот. Работать на пальчиках в батарейках. Сделал для того, чтобы не пользоваться аккумулятором вообще. Матрас. Здесь у меня имеется одеяло. Две подушки. Матрас. Матрас купил, скажу. Купил по размеру на весь вэн. Разрезал его. Вот так. Вот здесь вторая часть матраса. Ну, сейчас я разложу кровать и покажу вам. Вот. Разрезал его просто. И все. И получается у меня... Когда идет дождь очень сильный. Мы уже с Дашей путешествовали. Когда идет дождь, можно вот так спрятаться. Тут посидеть. В той, получается, эрии можно что-то приготовить. Поставить плитку. Давайте я сейчас пойду. Здесь с этой стороны открою. Оса улетает нас. Ну, вот, смотрите. Места тут предостаточно. Снимаю на телефон. Если бы я взял эту камеру, получается, свою какую-нибудь экшен. Она бы так, ну, знаете, широко показала. Так, ладно. Сижу на второй половинке матраса, поэтому немножко высоко. Когда вторую половинку матраса убираешь, она сидится нормально. Вот. Здесь, когда дождь, можно поставить газовую плиту. Вот так. Вот так дверь приоткрыть. И все. Как бы можно готовить. Ну, не сильно, конечно же. Там мясо жарить не будешь. Потому что все будет вонять здесь. Но сварить там чая или заварить какой-нибудь там доширак, роллтон, вермишель, в общем. Или там картошечки сварить. Такое. Нормально. Здесь, получается, у меня... Я сделал такой железный бортик, как бы. Чтоб ламинат не гнулся там, не проламывался. Так, здесь еще под сиденьем очень-очень много чего. Здесь у меня под сиденьем лежит инвертор. То есть можно заряжать, ну, ноутбук там или... Ни разу не пользовался. Ни разу не пользовался инвертором. Не знаю. Я... Я так езжу на природу, что мне вообще ни розетки, вообще мне ничего не надо. Я просто все, ухожу в отрыв. Я просто хожу, смотрю на деревья и полю костер. Или вот так валяюсь на гамаке, да, и смотрю вот на эти прекрасные деревья. То есть мне ни розетки, вообще ничего не надо. Но розетка имеется. Так. Потом, друзья, смотрите. Видите, здесь заканчивается родная полка. Я ее продлил. Продлил, получается, вот приблизительно, как бы вровень с дверью. Я ее продлил. И здесь у меня получилось очень-очень еще много места. Вот это батарейки для... Для вот этих, получается, лампочек. Вот они. Вот у меня еще запасные лампочки эти имеются. Это мой... Получается, что это... Как его зовут-то? Воздушный змей. Еще даже не открывал. Это когда я поеду на путешествие на океан. Вот воздушный змей. Там ветер сильный. Будут запускать воздушного змея. То есть, смотрите, место тут целое, вообще куча. У меня уже тут маек всяких. Какие-то напитки, витамины. Ну, то есть, ну, целое... Вообще целая куча всего. Ребят, еще тут нужно кое-что мне доделать. Это будет, получается... Упс. Вот такая полочка. Ой, не полочка, а... Как ее? Такая дверька, типа. Вот, смотрите. Вот так она будет белого цвета. И она будет вот так открываться. Надо, наверное, с этой стороны тоже покрасить ее. Вот, будет так открываться. Но, скажу вам, что использую... Использую, получается, без дверьки этой. Блин, так удобно. Сразу руку просунул, взял. Не нужно будет... Ну, не нужно открывать. Очень удобно, что двери открываются. Двери открываются с двух сторон. То есть, почему удобно, рассказываю. Смотрите, вэнд прям насквозь просвечивается, получается. Так, извиняюсь, сейчас камеру протру. Вэнд просвечивается насквозь. Рассказываю, чем удобно. Смотрите. Можно... Вот я запарковался на океане, да? На обрыве. То есть, получается, там океан, да? Утром просыпаешься, дверьку открыл. Все, сразу волны прибои. Получается, волны бьются о скалы. Ты смотришь. Шум такой классный. Вот. Допустим, приезжаешь ты на какое-то другое место, да? Тут вот такая мини-дорожка. Тут, ну, проезжают иногда люди. Рейнджер там проезжает. Смотри, чтоб все четко было. То есть, вот эту дверь я закрою, допустим, да? Вот. А та будет открыта. И я просто буду лежать и буду смотреть, получается, на природу. Красота. То есть, очень удобно, что... И также сзади. То есть, видите, как красиво? То есть, ну, можно просто вот так лежать и смотреть. Вот, сейчас сделаю, наверное, фотографию. Все сделал. Красота. Так. Что здесь? Здесь, в принципе, ничего. Ничего. Когда я езжу, там, допустим, на два дня, да? То здесь я могу поставить такой мини-холодильник. У меня есть кулер. Туда просто засыпается лед. И этот лед четыре дня держит. То есть, он четыре дня, как бы, не растаивает. Вот. Когда ложимся спать, допустим, если с женой еду, раскрываем кровать. А холодильник и там какие-то вещи еще, если есть, вперед передвигаем. Либо на крышу. Крыши сейчас перейдем. Спереди, получается... Ну, так вот выглядит этот вэн. Двигатель здесь 1.8. Вэн у меня на газу. По поводу того, как заправляется он газом. Ну, в принципе, я уже попутешествовал так вокруг Калифорнии. В принципе, никаких проблем с газом не было. К примеру, точно такой же вэн заправить бензином стоит 65 долларов. Сейчас бензин подорожал. Может, уже и 70 долларов. Вот. Заполнить, залить, как бы заправить газом этот вэн стоит, слушайте, 17 долларов. Вот. То есть, очень экономно. Я, конечно, за экономией не спешил. Ой, ну, не гнался. Вот. Но получается так, что я случайно купил его на газу. Я на аукционе покупал, не посмотрел, что он на газу. Я даже не мог предположить, что он на газу. Так. Вот как выполнена кровать. То есть, здесь досточки такое. Здесь тоже это открывается там. Со всех сторон я закрыл вот так. Потом, здесь у меня за этим сидением, не могу одной рукой отодвинуть. Там, получается, у меня аптечка и инструменты там и всякое такое. Если что-то сломается, то, чтобы можно было оказать в вену и себе первую помощь. Двигатель 1.8. Очень экономный. Смотрите, здесь у меня ещё есть огнетушитель. Вот там огнетушитель. Ну, и там же ещё имеется место. Ну, что, вот такой у меня вен, друзья. Перейдём к просмотру крыши. Смотрите, ехал только что по дороге. В магазине не было дров. Обычно мы здесь, в Лос-Анджелесе, дрова в магазине покупаем. Это, конечно, прикол. Вот. Ехал по дороге. Были спилены какие-то деревья. Я просто остановился и набрал себе дров. Нужно их сейчас будет поснимать. Также у меня ещё там стул складной. Вот, видите. То есть, ну, вот так. Ещё один момент. Смотрите. Вот там есть провода. У меня, получается, когда я купил этот вен, здесь была какая-то непонятная крыша. Такая специальная для каких-то лестниц, там. Потом какой-то тубус огромный был. Там какие-то, ну, возились, наверное, инструментами людьми. Инструменты людьми возились. Вот. Я всю эту крышу продал, получается, вот. И установил себе новую такую крышу. Тут всё прикрутил. Герметик там сделал. Вот. То есть, всё чётенько. И, получается, были такие вокруг, такие оранжевые, называются, strobe lights. Стробоскопы, типа, ну, моргали такие оранжевые лампочки по всей крыше. Вот. И остались, получается, провода. Тут всё рабочее. Поэтому эти провода я проведу. Они до переда достают. Вот. И спереди я поставлю себе такую, ну, как это в народе называется, люстру. То есть, ну, такую длинную, на всю длину. Ну, типа, фонарь такой светодиодный, чтоб сильно светил. В принципе, не знаю. Достаточно фар для поиска какого-то, знаете, места, чтобы заночевать. Ну, даже когда ты ночью едешь. Ну, так, знаете. Я понтанусь поставлю, когда будет время. Ну, нужды в этом огромной я не вижу. Ну, будет удобнее, может быть. Ну, такое, короче. Не парюсь сейчас по этому поводу совсем. Такой у меня получился, друзья, обзорчик на вот этот вэн. Кемпер вэн. Кемп лайф. Помыл его, кстати, день назад. Такой чистенький. Если у вас будут ещё какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Буду рад ответить. Подписывайтесь на мой инстаграм. Получается, в инстаграме, если вы уже хотите построить такой вэн в себе, то в инстаграме я могу с вами немного попереписываться и, получается, ну, что-то подсказать. Честно вам скажу, я сделал этот вэн полностью и целиком сам. Никто мне не помог даже гвоздя забить. А, нет, ох, блин, какой я врун. Друг помогал мне там один или пару дней наклеивал, наклеивал, получается, этот материал. Да, было дело, прикиньте, чуть. Сейчас бы друг посмотрел, сказал бы, ты чего? Так, друзья, я ещё вспомнил, что я хотел сейчас разложить кровать и показать вам, насколько большая эта кровать. Смотрите, здесь в рост, кстати, по росту вообще спокойно я вмещаюсь, спокойно, просто ещё остаётся там вот столько, там 30 сантиметров ещё запас. Сейчас по ширине, когда я один езжу на кемпинге, на отдых, я, в принципе, могу её даже не разбирать, эту кровать. Вот, ну, сейчас я вам просто разберу и покажу. Я не могу одной рукой её разобрать, она просто вытягивается, вот, видите? Она просто вот так вытягивается туда и всё. Сейчас я её вытяну и покажу вам, насколько широкая кровать. Смотрите, я вытянул кровать под кроватью. И ещё, опять же, можно сложить все свои вещи, если я не хочу, допустим, чтобы они на улице, да, там, дождь или ещё что-то. Под кроватью, пожалуйста. Столько много вещей вмещается. И ещё расскажу вам такой секрет, почему классно кровать с такими досочками. Когда раскладываешь кровать, здесь можно положить какие-то вещи или еду. Вот, и ночью, или в аду там, и ночью, когда спишь просто. Чик под кровать руку засунул, взял. Сейчас я положу вот второй кусок матраса сюда и покажу вам целиком. Ну что, смотрите. Насколько... Насколько огромнейшая эта кровать. Вы смотрите, вы видите? Насколько она огромнейшая. Мы здесь с Дашей вдвоём спали, честно скажу. Мы вмещались вот так. Здесь может ещё просто 4 человека ночевать. Огромнейшая кровать, очень удобно. Спишь, нужен свет. Руку протянул, включил. Она на липучках, можно перекинуть туда, куда угодно, где удобно. Всё, опять же, полочки. Смотрите, если бы я сделал какие-то деревянные полки, да, то уже бы кровать так не раскрылась. Или пришлось бы как-то так вырезать или ещё что-то. Я вам скажу, что я сделал этот вэн, ну, сам. Вот, и я очень многое сделал бы здесь по-другому. Немножко бы по-другому всё исполнил. Но получается, ну, знаете, первый опыт, вот. Вот, он вот такой у меня получился. Вот, если бы я делал себе второй вэн, то я уже, конечно, учёл бы свои ошибки, которые я сделал здесь. И сделал бы, конечно, гораздо лучше. Вот. Так что, если, ребят, вы хотите сделать свой кемпер вэн, я готов вам помочь каким-то советом. Пишите мне в комментариях, пишите мне в инстаграме. Я буду рад с вами пообщаться по поводу вэна. Я знаю очень много красивых мест в Калифорнии, где можно попутешествовать. Вы всегда можете мне задать вопрос. Эй, Павел, куда можно съездить попутешествовать в Калифорнии? Ну, и не только. Я побывал практически во всех штатах в Америке. Я не был только в четырёх штатах. Во всех остальных штатах я был. Так что, друзья, я очень-очень буду рад выслушать вашу критику по поводу данного вэна. Какие-то ваши замечания приятные и неприятные. И вообще, путешествуйте, путешествуйте побольше, если у вас есть возможность. А если у вас нету возможности путешествовать, то найдите эту возможность путешествовать. Отдохнуть мыслями, посидеть, распалить огонь. Надеюсь, вам понравилась моя машинка. Всем счастливо, хороших путешествий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok